Так, уважаемые коллеги, дорогие друзья, всем здравствуйте, рад всех приветствовать, рад приветствовать всех, кто и в зале, кто у нас в онлайне, да, таких тоже у нас очень много. Я надеюсь, все у нас хорошо отдохнули, прекрасно провели время с семьей, знакомыми, с друзьями. Смена режима — это всегда очень хорошо, на мой взгляд, субъективный. И настало время нам поучиться. По традиции мы начинаем Новый год с обучения, с образования, это правильно. Тема будет возврат и удержание клиентов. Она очень современная, правильная, она поможет нам максимально эффективно двигаться. И, наверное, подготовился я хорошо, сразу скажу, не поверите, за эти 5 дней послушал 4 хорошие книги на эту тему. Вот где-то каждые часов по 5, наверное, по 6. Так что это максимально подготовлено, презентацию тоже подготовил. Итак, тема клиентского сервиса, она такая очень популярная. К сожалению, человек так устроен. Почему называется возврат и удержание клиентов? Почему я тему привлечения отпустил из контекста, кто как считает? Потому что у нас и так очень хорошо развито. Значит, примерный бюджет компании на привлечение клиентов очень большой. Составляет там в этом году, он превысил для понимания 2 миллиарда рублей. То есть мы 2 миллиарда рублей, компания «Этажи» проинвестировала в привлечение клиентов. А если посмотреть вместе с риелторским составом, то, наверное, все 3 миллиарда. Представляете, какие деньги колоссальные. Куда все эти деньги в основном ушли? Мы знаем их имена, да? Не будем очередной раз рассказывать. Почему так происходит? Многие спрашивают, а что, почему так? Что вот это? Так они там магнитом, что ли? Слушайте, значит, проблема такая более серьезная, она фундаментальная. Все хотят что? Быстро и гарантированно. Согласны? Никто не хочет долго и побороться за это. Так мир устроен. Он устроен очень интересно в этом плане. Справедливо, как ни странно, потому что все хотят. Почему хотят быстро? Ну, потому что, слушайте, мы так привыкли. Человек не ощущает счастья от того, что будет когда-то потом. Я часто этот пример привожу. Если я вам всем скажу, ребята, через 20 лет мы все будем хорошо жить и счастливо. Ну, как кому-то от этого как-то хорошо станет? Вот. Если вдруг сейчас прилетит волшебник и всем даст по 15 тысяч рублей, что мы будем счастливы, у нас поделеско поднимется настроение. Это так примерно работает. Вот. Поэтому смотрите. Здесь это важно понимать. Теперь дальше перейдем. Немножко про американские, европейские, азиатские школы менеджмента. Значит, в среднем кто как считает, во сколько удержание клиента дешевле, чем привлечение? А? В какой прогноз просто? 10. Почти правильно все ответили. 8 раз. Это большие данные огромного числа компаний. Значит, удержание одного клиента в 8 раз дешевле. Сейчас я вам приведу конкретный пример, потому что, как говорил один из, я уже забыл кто, что-то по-настоящему можно понять только тогда, когда ты войдешь в его шкуру, грубо говоря. До этого ты никогда не поймешь, как это правильно делать. Давайте себя поставим на место клиента. И давайте представим себе, что мы какой сервис с вами закупаем и что делаем? Чтобы было интересно. Ну, давайте представим, не знаю, что мы куда пошли. К врачу. Ну, актуальный вопрос. Вдруг там кто-то болеет, да, сейчас что-то много болеет. Кто-то здоровье подшалило и так далее. То есть, пошли к врачу. Что мы ожидаем? К какому врачу мы пойдем? Если у нас, допустим, не дай бог, заболела, к примеру, почка. Как мы выберем уролога? Кто как будет выбирать? Просто интересно. Вот смотрите. У всех будет свой путь. Кто-то был уже у уролога, потому что у него это частая проблема, правильно? Кто-то что сделает? Наберет сайт, найти уролога. Кто-то позвонит куда? В какую-то компанию, условно. У нас это в Тюмени, там, доктора, и там, орбитайла и так далее, да? Вот. Кто-то может быть знакомым, пойдет по совету. Есть такие люди, которые всегда советуются, говорят, слушайте, подскажи, к какому там урологу пройти, да? Вот. Кто-то, может быть, также решит просто, в принципе, пойти пешком и зайти в какую-то клинику. Такое может быть? Слушайте, путей куча. Клиент при общении всегда проходит, это важно запомнить, 8 стадий. Да? То есть, 8 стадий, я хотел, чтобы мы их сейчас все с вами быстро изучили, поняли, и потом мы это… Значит, первая стадия – это всегда оценка. На этой стадии клиент что делает? Выбирает, смотрит, анализирует, сопоставляет. И это очень, это самая важная стадия, да? Значит, вот опытные брокеры, так их назовем, они в этой стадии уже… Они, понимаете, они клиентов до этой стадии не доводят. Почему? Зачем тебе оценивать, если понятно, если есть я, правильно? Ты должен сразу же что сделать? Позвонить мне, спросить. Вот остальные стадии знать не нужно, если вы правильно работаете с клиентом. То есть, потому что сразу же клиент приходит. Это сложный процесс. Я могу сказать, что я не просто так все это рассказываю. Я считаю, что я тоже очень в свое время сделал, много сделал. Сейчас очень хорошо выстраиваю взаимоотношения там с B2B клиентами. Как компания вы все можете это оценить, сколько у нас много различных договоренностей, систем. Я считаю, что там очень… Законы примерно одинаковые. Поверьте, одинаково сложно там, условно говоря, добиться лояльности от клиента и лояльности от крупного банка, да, или крупного застройщика. Это все абсолютно такие сопоставимые вещи или там госсистем и так далее. Вот. Значит, смотрите. Соответственно, теперь немного там психологии, да, людской. Соответственно, вот с клиентом… Так, все нормально, да. То есть, у клиента есть три такие внутренние базовые потребности. Клиент, когда выбирает работать, не работать с клиентом, с риэлтором, да, он характеризует тремя компонентами. Значит, первое. Он определяет, решит, не решит человек проблему. Все это должны всегда знать, понимать. Он на это ответ дается в течение примерно четырех секунд. А вот клиент, когда приходит к вам, он на самом деле в течение четырех секунд понимает, сможет, не сможет, вы сможете решить его, не решить проблему. Значит, второе. Он понимает, доверяет, не доверяет вам. За сколько он это, как вы думаете, осознает клиента? А? За две миллисекунды. Вот так. За две миллисекунды человек быстро принимает решение о степени доверия. Все. Это тоже давно доказанный фактор. Почему? Потому что говорить ничего для этого не надо. Да, почему? Потому что, допустим, если говорить, мы все потомки кого? Животных. Правильно? Животные разговаривают? Нет. Они еще там по глазам вот так посмотрели, как говорится, понюхали друг друга и все. И уже знаю, да, что называется. И уже все знают о каждом друге. Вот. А? Нет, нет, нет. Не знаю. Все индивидуально. Вот. Значит, соответственно, и третий пункт, да, по которому принимается решение, это стоит, не стоит вот эти сервис, вот этих денег. Вот на основании этих трех моментов любой клиент моментально принимает решение. Дальше. Мы, соответственно, не всегда понимаем, насколько это все, как это все работает. А мы как это видим, какими глазами? Кто как считает? Вот мы так и видим глазами, что нас в моменте оценивают. Нет. А? Не всегда, не все. Значит, у нас на это все другой взгляд. У нас другая, типовая ошибка любого продажника, не только риелтора. Смотрите следующее. Он, а, пытается как можно больше рассказать о ком? О себе, о ситуации, а не о ком? О клиенте и его потребностях. Так вот, доказано, это очень большие исследования. Слушайте, я их сам читал, огромные. Они доказывают, что реально правильные продажники, у них есть один общий секрет. Они всегда сначала глубинно понимают клиента. Что ему нужно? Зачем ему это нужно? Что на него повлияло? Как на него также можно повлиять? Да. То есть давайте с вами разберем вполне конкретный, конкретный абстрактный пример. Человек продает квартиру. Продает квартиру. Да, стандартный, стандартный пример. Он обращается в компанию, что будет делать с ультра риелтор? То, как считает. Первое, что узнает. Продать квартиру. Вот смотрите, вот не поверите, вот не поверите. Вот столько человек талантливых сидит, неправильного ответа нет. Первое, что нужно всегда узнать, зачем он обратился в компанию. Понимаете? Мы же продаем услугу, а не квартиру, согласно себе. Да, то есть нам важно продать услугу. И первое, вы знаете, был такой, в тему, кстати, сегодняшнего мероприятия. Хакерская татья, этот Аганесян Артур Палыч. Он говорил, запомните, говорит, первый всегда вопрос, который задайте. Всегда спросите, что вы ждете от услуги. Да, и по ответу на этот вопрос вы всегда узнаете, что вам делать. Знаете, есть такая поговорка, полжизни мы ищем ответы на вопросы, которые даже сами себе не задаем. Вот, да, это, ну это известная фраза. Вот, соответственно, в сервисе точно так же. В сервисе мы пытаемся предугадать, когда просто человека надо спросить и понять, что и как происходит. Вот, поэтому здесь тоже это вот такой важный компонент, который, в принципе, определяет там всех успешных риэлторов. Во-первых, давайте такой вопрос. Любого ли клиента можно вернуть? Никакого. Никакого. Любой клиент, если он потерян, его не вернуть. Можно вернуть. Любого клиента. Но не вам. А что вы думали? Так это устроено. То есть, а? А? Логично. Логично. Кто-то сделает сделку, понимаете? У него все равно есть потребность. Если он обратился, сфера недвижимости такая штука. Процент людей он либо сейчас говорит, беру, либо он потом купит, но не с вами, понимаете, или продаст. Это нормально. Это важно понимать. Это, знаете, как аксиома. Вот, когда ты ее понимаешь, то все стоит абсолютно по-другому. Дальше идем. Значит, если это так, да, то второе, что нужно, когда ты понимаешь, нужно, первое, всегда понимать, когда клиент потерян. Вот этот момент, который большинство ошибается. Кто четко понимает, вот скажите честно, что клиент потерял, потерян. Этот неловкий момент всегда чувствуется, нет? Чувствуется, да? Так вот, я вам говорю хорошую теперь новость. Он еще потерян, но не умер. Вы чувствуете разницу, да? То есть, это хорошая новость. Она, безусловно, у нас, на мой взгляд, такая базовая. Второе, что нужно, нужно просто организовать комплекс мер по его возврату. Вот кажется просто, знаете, я вот тоже иногда подхожу к риелторам, говорю, слушайте, покажи мне вот за последний месяц, сколько ты потерял клиентов. Ну, думаете, мне риелтор отвечает? В моменте, у него нет этой информации. Потерянный клиент, коллеги, должен быть всегда, как сделан, у него должен быть статус такой. Потерянный, первое, в клубе анонимных алкоголиков, если по фильму смотреть, первый какой? Признай, что ты анонимный алкоголик, правильно? Точно так же, первая ошибка, это признай, что ты потерял клиента. Второе, надо организовать комплекс мер. Я это назвал просто связаться с ним. Коллеги, как надо связаться? Значит, смотрите, это целый мир. Смотрите, давайте так. Сколько сейчас есть каналов коммуникации с клиентом? Вы не представляете, сколько. Даже вот смотрите, давайте из самых простых. Позвонить можно клиенту? Можно. Дальше. Написать можно, везде можно во все чаты. Все знают, настоящий риелтор куда пишет всегда? Везде. Запомните это. Если вы везде не пишете, вы плохой риелтор первый раз. Где-то, да, ответят. Значит, по статистике, коллеги, я не шучу, это реально правда. То есть, запомните такой скрипт. Я, когда мне надо, я вам тоже свои секреты рассказываю. Вот я кому-то это, я пишу во все мессенджеры сразу же. Во все три. Все. Вот. Четыре там. Четыре. Еще всегда найду страницу ВКонтакте, туда напишу, в Инсте напишу. Реально, это правда. Или Киндлин еще бывает найду. Потому что, если чек нужен, все, ты уже потратил время. Что там, Ctrl-C, Ctrl-V, во все эти, да и все. Никаких проблем. Вот, значит, обязательно нужно связаться. Второе, значит, следующее. СМС нужно в это включать? Нужно. Там тоже есть часть людей, которые только платно, конечно, СМС, но тем не менее. Надо, нужно на это тратить. Вот, дальше. Следующий момент. Можно кого-то попросить ему написать? Это нормальный метод. Как правило, мы всегда с любым человеком знакомы при сильном желании. Его редко кто использует, но я считаю, что это тоже правильно. Иногда, когда я вот, допустим, контакт потерял, я честно скажу, такое иногда бывает. Да, ну, что-то вот, ну, или там ситуация. Я всегда найду человека, который это, и говорю, слушай, попроси его со мной поговорить. Все. У меня бывали случаи, когда мне, грубо говоря, меня посылают условно, ну, культурные, естественно. Вот, значит, ну, все, это же суть одна. Как ты хоть это вот так вот так вот, это называется послать. Вот, и прошу человека, слушайте, всегда срабатывает. У каждого, поверьте, есть человек, который не откажет, которому не откажешь просьбе. Все, надо просто его найти. Вот, значит, следующий метод. Видеозвонок можно сделать или по Zoom договориться о встрече? Можно, это тоже хорошо работает. Бывает тоже так, пишу смс, это можно договориться о встрече. Тоже, пожалуйста, нет никаких проблем. Вот, следующий компонент, который еще более интересный, всегда можно лично встретиться. Это тоже метод? Метод, конечно. Он предпочтительный, мы сейчас об этом дальше поговорим. Следующее. Можно всегда связаться с ним кого? Кого-то другого вашего коллегу. Вы все понимаете, да? Это тоже нормальный метод. Я знаю точно, у нас по сети очень много риелторов, которые как работают? В паре. Когда они потеряли клиенту, кто им звонит? Коллега. А когда он это, работает. Есть понятие личная химия. Вы знаете, я не знаю, изучали, не изучали. В общем, примерно, цифра такая какая-то страшная. 27% людей, оказывается, у одного человека вызывает неприязнь. Реально. Просто ты ничем не виноват, просто по каким-то признакам. Знаете почему? Потому что точно так же 0,2% сильно симпатичны человеку. И по теории распределения, если кто-то сильно симпатичен, кто-то должен быть не сильно симпатичен. И вот эта природа так устроена всегда потому, что баланс существует. Именно по этим причинам иногда мы реально просто можем не совпадать. Это нормально. И поэтому вот эта работа в паре, она вполне хорошая. То есть связались с ним, да, согласны? Дальше. Глубинно понять, что ему не хватило. Сложный этап? Самый сложный. Слушайте, я давайте пример приведу. Давайте буду на своем этапе проводить, ладно? Однажды, значит, у нас такой случай интересный был. Мы с одними банкирами вели переговоры на тему там взаимоотношений такими серьезными, да. Ну вот мы с ними разговариваем. Ну не идет и не идет, и не идет, не идет. Значит, я говорю, что же, думаю, они с нами-то не хотят работать туда-сюда. Ну понятно, то, все, пятое, десятое. Потом я говорю, ну так, какой самый простой способ глубинно понять, что ему не хватило? Правильно, вы уже знаете, да. То есть просто всегда надо спросить. Люди, как правило, говорят. Вы не поверите, люди, как правило, говорят. Почему они это говорят? Во-первых, а, запомните, раз и навсегда, человек любит говорить. Сейчас самая большая проблема в мире, кто знает, какая? Одиночество. Да, люди сейчас одиноки. Со всеми этими гаджетами, айтишными человек стал одиноким. Если наши родители друг к другу в гости, как чуть ли не каждый вечер, я уверен, все моего поколения помнят это, да, там ребенками были там. А сейчас, как мы часто вечером в гости к кому-то ходим? Ну, я думаю, это единицы, да, вот прям что регулярно. Ну, в субботу сходишь, и то, наверное, уже не каждую, да, если честно. То есть все, потому что общество, понимаете, оно вообще поменялось. И проблема одиночества, она очень серьезная. Отсюда, к сожалению, великому при сей росте благосостояния растет количество суицидов, да, в мире, кто не знает, очень серьезно. Вот. Очень многие факторы указывают на то, что вот этот недостаток общения, он идет в приоритете. Вот, дальше переходим. В общем, это быстро понять. Люди расскажут, люди рады, когда им говорят. Не всегда есть тип людей, их мало, которых, вот как нас всех, общение, ну, мы устаем от этого, да, как правило. Я уверен, многие приходят вечером домой и говорят, не трогайте меня, грубо говоря, отстаньте, я столько договорился, да, что мне там все, хватит, что называется. Вот. Но большинство профессий не такие. Большинство профессий сейчас какие? Перед компьютером, да, если честно. Большинство профессий ты просто делаешь монотонно одну и ту же работу, ты просто уже говоришь одно и то же, да. В этом плане, кстати, риелторская профессия, почему она такая классная, она очень вариативная, поверьте на слово. Она с таким этим, поэтому нам это не понять, мы одиночеством не страдаем. Наоборот, риелтор, он априори не одинок, да. Он очень там, это, хорошо его внутренний мир созданный и так далее. Вот. В общем, всегда ответьте. Так, мне надо быстрее двигаться, я что-то так медленно рассказываю, оказывается. Значит, дальше прорабатываем стратегию возврата. Вот я вам сейчас привожу конкретный пример. Вот мы звоним клиенту или звоним и говорим, слушайте, мы узнаем, что вдруг ему что от нас не хватило? Говорит, ты нам слал мало вариантов. Вот что интересно, попробуйте, люди вам реально скажут причину. Почему? Но это важно сделать так, чтобы это было максимально. Не так, что в формате там. Здравствуйте, почему ты там ушел от меня, грубо говоря, да? То есть, что тебе не хватило вообще жизни со мной? Нет, так не работает. То есть, нужно, ну, в какой-то разговоре сказать, слушайте, я вот качество обслуживания свое повышаю, да? Вы вот отказались, скажите, что вы мне в следующий раз посоветуете сделать с клиентами, да? Чтобы мне в следующий раз там было нормально. И люди рады советовать, да? Нужно признать, что вы не правы, что вы хорошо настроены, все будет хорошо. Поэтому мы, допустим, всегда, вот я вам пример приведу. У нас, когда сотрудник уходит, мы ему через 2 недели набираем его и спрашиваем, и говорим, слушайте, почему, что не понравилось, да? Формируем целый лист понимания, ну, почему это произошло, и стараемся в будущем это исправить. Это нормально. Все. Идеально ее осуществить. Значит, а, сейчас подождите, тут есть этот, ну, ладно, потом покажу. Значит, это самое сложное, потому что возврат клиентов, знаете, это такая наука. Смотрите, думайте, что неприятнее всего делать человеку, ну, совесть же у всех есть и стыд, правильно? Грубо говоря. Когда ты потерпел какую-то неудачу, нас природа, оказывается, что делает? Защищает. Мы никогда не хотим туда идти, да? Вот поверьте на слово, вот где-то что-то, когда у вас была неудача, поверьте на слово, вы туда, у вас мозг это забывает. Вы знаете, что это мощнейший инструмент защиты психологической. Когда что-то мы вот только-только, ну, не так сделали, грубо говоря, да, мы забываем, мы не хотим, мы в эти места стараемся не посещать, если какие-то неудачные были у нас связи с этими местами, да, и с людьми мы стараемся не общаться, если какой-то опыт был негативный, вот. То есть это все, почему? Только для того, чтобы было сохранение энергии, вот это критично важно. Так вот, в этой связи надо понимать, что нас также не будет тянуть, почему часто возвращают клиентов и все счастливо живут. Это наша природа, понимаете, мы так устроены, мы плохое очень быстро отбрасываем. Зачем это сделано с позиции генетики, понятно, потому что нервные клетки очень сильно пожирают, знаете, настроение, работоспособность, и все-таки там процесс эволюции пришел к тому, что человек плохое очень быстро забывает. Все согласитесь, через там самое большое горе, через год это уже на уровне эмоций, ну не так-то даже зацепляет, что называется, люди адаптируются. Вот, осуществляем, поэтому здесь важно это понять, сделать и так далее. Теперь давайте еще дальше быстро, да, похвали себя, что все получилось, это обязательно, слушайте, это обязательно, знаете, надо уметь радоваться, знаете, в жизни маленьким достижениям. Я вот всем могу сказать, я вот и сам такой, ну мало кто меня знает в таком обычной жизни, да, то есть я когда что-нибудь у меня хорошее получается, я всегда себя хвалю. Говорю, молодец, классно получилось, да, то есть потому что важно, потому что когда ты что-то не мог и смог, вы знаете, так ничто не доставляет счастья, когда ты что-то реально вот такое полезное делаешь, что раньше не мог делать, да, то есть 100%. Вот точно так же возврат клиента это такое же мини-счастье, попробуйте, вам понравится. Это такой вызов мощный, да, и ты прям какое-то удовольствие неестественное получаешь, причем оно еще и полезное, потому что ты понимаешь, и причем когда ты вернул клиента, оказывается, ну это тоже я придумал, это нейроисследование, в общем у тебя на уровне интуиции формируется более вариативная модель в следующий раз. То есть когда ты что-то делаешь, что не смог сделать и это исправил, ты в следующий раз с большей вероятностью эту ошибку не сделаешь. Представляете, вот так все это работает, оказывается, интересно. Поэтому здесь вот это все важно. Так, ну и последнее, куда придумать, куда проинвестировать честно заработанные. Тоже нормальная история, вы же не просто до морфинчика получили, правильно, гормона счастья вы еще и денег заработали, все, надо тоже продумать. Так, вот простой алгоритм, нет? Ну проще некуда, но большинство его не делает. Большинство потеряло клиента и что? И все. Да? Ну вот примерно так, да. И до свидания, что называется. Нет, так не работает. Клиент это, что называется, не бывший-бывший, его можно и вернуть. Вот, поэтому тут нормальная история. Сильный профессиональный риэлтор, он всегда не рассказывает, а что делает? Слушает. А как слушает? А для того, чтобы правильно слушать, что нужно? Правильно задавать вопросы, да? Давайте вместе с вами сейчас немножко потренируемся. Вот клиент приходит к вам и говорит, слушайте, хочу купить квартиру. Какой ваш первый вопрос должен быть? Цель покупки. Сильно явно. Цель покупки это сильно явно просто. Давайте. Опишите вашу идеальную квартиру. Опишите вашу идеальную квартиру. Вот смотрите. В первом всегда, знаете, в первом контакте всегда рекомендуется что-то такое неформальное. Знаете, вот я много изучал работы, не работы, а технологию работы риэлторов, ведущих. Знаете, вот формат, который вы предложили, да, цель покупки, вы уже становитесь в отношениях заказчик-исполнитель. Согласны? Это немного проигрышная позиция. Не друг. Значит, правильно какая позиция? Вот в начале. Я вам расскажу. Собеседник-собеседник. Да, то есть вот слушайте, вот коллеги, вот это самое важное, это то, что очень самое сложное научиться в жизни, если честно. Поэтому, когда большинство людей немножко, вот я даже много же вижу, как диалог складывается. Вот смотрю, я говорю, оп, все, уже не то. Все, ты уже пошел не туда, ты уже неправильно. То есть, начиная от того, что, знаете, как, еще бывает встанут вот так вот, да, ну, бывает наши риэлторы, к сожалению, вот такая поза такая, глаза такие, это все, как учительница. Вот, хотя ничего против учителя с не имею. Нужно как? С улыбочкой, да, что называется. Задать какой-нибудь боковой вопрос, да, и так далее, да, что-то такое необычное. Это может быть самое разное, да. Может быть, начать можно с чего? Слушайте, вы представляете, так сильно цены выросли, да, вот покупая, да, то есть, понимаете, то есть, как вы к этому относитесь, для примера, да. То есть, понимаете, это искусство, это целая технология, понимаете, она очень дорогая. Самые дорогие обучения, они учат чему? Неформальному общению с людьми. Запомните это. Все лучшие риэлторы, возьмите, вот в любом городе топ-5, это идеальные коммуникаторы, которые будут продавать квартиры или машины или колье золотые, им без разницы. Они будут подходить клиенту, и через 2 минуты клиент будет думать, что он знаком с ними вечности. Вот, это целое искусство. Поэтому вот вопросные технологии, но искусство настоящее, лучшее, как это там, у Райкина, да, лучшая что-то, импровизация, сделанная заранее, да. То есть, хорошо спланированная, лучший тип импровизации, это хорошо спланированная импровизация, лучше с прописанным текстом. Вот, поэтому точно так же у вас должна быть эта домашняя заготовка, вы должны это знать. Так, давайте, чтобы дальше еще такой, про вопросные технологии. Значит, у вас всегда должно быть минимум, перед каждой встречей заготовлено сколько вопросов? 5. Если вы пришли на встречу, и у вас нет с собой 5 вопросов, вы реально плохо подготовились. То есть, вы должны о клиенте что сделать? Узнать. Нужно при встрече с клиентом соцсети его посмотреть? Обязательно. Есть различные программы, все. Дальше, если вы знаете человека, кто с ним знаком, нужно спросить, как у него дела, да, чем он занимается, нужно знать его профессию. Благо сейчас все это возможно. Все понимают, сейчас по номеру телефона, куча сервисов, да, абсолютно, а человеке можно знать все до встречи с ним. Но почему-то многие это там не делают, да, я вот тоже расскажу, иногда приходишь, конечно, это другая крайность, приходишь на переговоры, там на тебя уже вот такая папка лежит. Знаешь, чем ты занимаешься, что ты делаешь, какие твои интересы там и так далее, тому подобное. Это такая же наша работа. Вероятность тогда потери, она значительно меньше. Вот, еще знаете, какой вопрос интересный? В этом плане, теперь дальше переходим. Вот после какой-то стадии, всегда возникает такая стадия, есть такая книга, есть одна, она про этого, не про Колумба книга, конечно, а книга, описывающая технику продаж метод Колумба. В чем детектив Колумба все помнят? В чем его суть основная? Ну, бесконечно задавал вопросы. Знаете, такой мужичок такой маленький в очках, лысенький. Вот, значит, и он себе говорит, подождите, подождите, у меня вот еще-еще вопрос, еще-еще вопрос, да, вот расскажите мне, еще расскажите, расскажите. Так вот, это уже анализ германского какого-то системы продаж этих пропеллеров каких-то там, в общем, у них лучшие продажники всегда, оказывается, средний продажник задает 7-12 вопросов, он задавал 18-20, да, то есть он задавал все, а для чего вам нужно, а что как, расскажите, что вы планируете с этим сделать, а какой у вас был неудачный опыт, да, и какой удивительным образом чувству грань, и при этом вопросы, вот тут, кстати, можно очень легко, как говорится, попасть на крючок, вопросами у вас какая еще одновременно? Вы что показываете вопросами? Свою компетентность, правильно? Все, то есть абсолютно точно. Значит, смотрите, теперь давайте, это вот я вам долго, это все могу рассказывать, да, я несколько хочу вам дать советов, таких вот в работе с клиентами, да, значит, первый вопрос, первый всегда совет и самый серьезный, всегда надо быть искренним с клиентом, да, я вам сейчас дальше расскажу, зачем все это, вступительную часть такую рассказываю большую, значит, клиенты, фальши видна, нет? Моментально, знаете, основная проблема новичков, почему у них не получается, они иногда неестественны, да, то есть надо иметь такую легкость, знаете, я вам сравню это со спортом, настоящие спортсмены, они в игре играют даже лучше, чем на тренировках, а когда ты вот начинаешь волноваться, переживать, у тебя не получается, да, вот точно так же всегда будьте искренними, никогда нельзя что-то делать фальшиво, запомните это, никогда ничего не делайте фальшиво, то есть можно делать только все искренне, значит, дальше, у нас другая особенность, у нас есть разная ценность у разных действий, смотрите, первый вот такой принцип, у каждого есть разные действия, да, я как-то раз проводил уже тренинги, рассказывал, что, ребята, на самом деле, вот у каждого из вас в какой-то час вы зарабатываете тысяч, 50 тысяч рублей, а в какой-то час вы зарабатываете 5 рублей, в принципе, осуществляя работу, глубинно понять, какая у вас работа, сколько стоит, она очень важна, вот только считай, какая у вас самая дорогая часть работы, вашей недели рабочей, что стоит дороже всего прям, а, показы? Ну, смотрите, вариантов много, да, много, я сейчас не буду давать советы, вы лучше меня это знаете, просто единственное, всегда попытайтесь хотя бы примерно оценить, вы знаете, у каждого человека есть то, что у него получается, можно сказать, очень хорошо, да, у каждого человека есть то, что у него получается очень плохо, да, я уверен, в школе все помнят, кто-то математику вот так вот на раз-два увидел и вот так вот, там уравнение раскладывает, а кому-то что нужно, неделю там посидеть, чтобы понять хотя бы, да, и то вот через два дня все забудет, вот, значит, вот, точно так же по литературе кто-то делает, понимаете, у вас у каждого есть ценность времени, я вам приведу пример, если у вас хорошо получается общаться с клиентами, то общайтесь, берите себе помощников на различную вот эту технологическую функцию и делайте то, за что получается. Большое, это английское уже исследование, все-таки наибольшую доходность оказывается риэлтор получает все-таки при общении с клиентом. Вы знаете, в момент общения с клиентом только там он получает основную доходность. Поэтому, как ни парадоксально, у нас ведутся очень большие дискуссии, насколько хорошо вот эта вся онланизация, да, которая происходит там, так называю, коса на камень находится. С одной стороны, хочется меньше времени экономить, с другой, мы все понимаем, чем больше времени мы проводим с клиентом, тем больше вероятность повторного обращения, правильно? Тут никаких иллюзий быть не должно. Тем больше вероятность каких-то рекомендаций, да, и так далее, тому подобное. Вот, поэтому смотрите, сейчас несколько я вам приведу примеров. Это версия Игоря Мана, да, я просто у него это взял. Есть 5 мощных инструментов удержания клиента. Вот, знаете, что, вот это запомните, мне кажется, вот это самый важный слайд, если честно. Вот во всей сегодняшней теме, да, он позволяет глубинно понять, каким золотом мы все с вами обладаем. Вот, знаете, сейчас вот недавно один банк покупали, один, ну, не мы, а там одна система покупала. И он говорит, слушайте, я спрашиваю президента банка, говорю, зачем банк купили? Слушай, говорит, Эльдар, не поверишь, говорит, только ради одного, ради клиентской базы, да. Представляете, это, заплатили там почти 25 миллиардов рублей только ради клиентской базы. Все. Говорит, больше нам там ничего не надо, у нас технологии лучше, все лучше, нам нужна клиентская база. Вот, дальше идем. Причем, я всегда говорю, какой страшный сон Авито и Циана, и Дом Клика, и Яндекс.Недвижимости? А? Страшный сон, что риэлтор стал удерживать клиента, да, и стал с ним работать, и ему не нужно подавать эти объявления, потому что, когда я вам вначале говорил, на этапе оценки, нет этапе оценки, не нужно никуда ходить, тебе нужны вопросы с недвижимостью, ты написал своему риэлтору. Все. Все остальные 8 умирают этапах. Вот, я сейчас об этом дальше поговорю, если время останется. Вот, соответственно, дальше переходим. Соответственно, борьба с оттоком, это еще интереснее. Бороться можно с оттоком клиентов? Можно, мы сейчас тоже об этом поговорим, это самый действенный метод. Это чем-то схоже с возвратом клиентов, да, ну, то же самое примерно. Вот, но это очень просто. Всегда можно улучшать продукт, да, можно улучшать скорости, можно улучшать сервис. Можно всегда, в конце концов, свою ресурсность увеличивать. Я свято верю в помощников, свято верю в ресурсы компании, что можно там контакт-центр, ну, условно говоря, подберем слово подрежать, да, чтобы там тоже часть работ делали у нас в этом году. Мы обязательно будем это делать, чтобы появится функция для риэлторов, когда он сможет там контакт-центру часть каких-то передавать своих функций, которые будут вместо него там прозвоны делать там и так далее. Вот, давайте нам чуть дальше продвижемся. Программа лояльности и клиент-ориентированность. Теперь немножко конкретики, да. Значит, программа лояльности для каждого риэлтора – это тоже свой мир. Давайте я сейчас поподробнее вам попробую сразу же сделаю. Я вот 6 сделал программ лояльности, ну, где-то что-то посмотрел, где-то свое добавил. Значит, смотрите, первое – общение с клиентами – это мощная лояльность. Значит, смотрите, вот это все технологии где-то 80-х годов прошлого века примерно, да. Значит, это все придумано до нас. Давайте я вам сейчас быстро покомментирую, чтобы так примерно у вас в голове отложилось. Да, первое – общение с клиентами. Значит, всегда ищите повод пообщаться с клиентами. Кто вот как считает, сколько раз с клиентами нужно общаться? Когда они уже сделали сделку? Раз в месяц много. Раз в месяц много. У вас сил не хватит. В конце. Сообщение можно отправлять? Вот так, чтобы… Слушайте, надо себя тоже беречь, я сразу же говорю, да. Ну, я считаю, во-первых, чувствовать надо, когда что, как. Сейчас мы с вами об этом поговорим. Ладно, давайте я уж вперед забежал, да. Значит, опросы нужно делать, не нужно клиентов? Как можно делать опрос своих клиентов? Вот это специально для вас готово, это прямо для вас написано, что нужно делать. Клиентов всегда нужно опрашивать. Нужно спросить там. Вот клиенту… Давайте я вам сейчас простой пример приведу. Три вопроса, которые вам улучшат жизнь. Первое. Опросить клиенту, не планируете ли вы покупать, продавать квартиру? Как часто нужно задать такой вопрос клиенту? Раз в шесть. Не, подождите, подождите. Сколько, а? Раз в шесть. Нет. Слушайте, раз в годик надо задавать. Я вам расскажу. Мы недавно взяли клиентов, которые три года назад покупали недвижимость с нами, прозвонили и спросили, нужна ли вам еще раз услуга. Думаете, какой процент был, которым нужна? 14. Да это дикий процент вообще. Это дикий процент. Это то, что наш риэлтор не считал. Через три года назад прозвонили, 14% говорит, слушайте, а в целом да. То есть, в принципе, давайте, выставьте, может, что-то как, а по ипотеке бы узнал, а что, или про финансирование, да. То есть, понимаете, все, оказывается, в целом да. А наш риэлтор уже что про него? Забыл, забыл, а? Все, и все. Вот, значит, сделку и прошло. Все, конечно, конечно, сам надо будет подавать по 10 тысяч рублей объявление. Как вы думали? Вот, дальше. Это первый вопрос, да. Второй вопрос, который всегда тоже нужно задавать, ничего не страшного. Нужна ли какая-то помощь с каким-то вопросом? Да, например, страховка, правильно, на квартиру, да, рефинансирование ипотеки. Сейчас, конечно, это не актуально, да, но поверьте, это временная ситуация. Я думаю, там к концу года ставки уже будут низкие, этого уже нужно, можно сказать, да. И все там будет нормально, опять будет опрос. Дальше. У нас огромные появляются всякие хорошие предложения и по мебели, да, там, по этим, по ремонтам. Может быть, ремонт вам нужно. У нас суперакция действует для клиентов. Там еще можно какую-то скидку выбить, там, условно говоря, почему нет для повторных, кстати, я так бы и делал. Но это же нормально, нет, в целом. Мне кажется, ну, не пошлют, что называется, как это, культурно, естественно, да. Нет. И третье всегда спросите, это тоже обязательно, ну, это такое уже, это надо при личной встрече спрашивать, планируются ли у вас какие-то в будущем изменения, да. То есть, ну, это надо очень культурно, я сейчас в общем говорю, это нужно знать конкретного клиента, знать о нем информацию, то есть задать какой-то вопрос для поддержания разговора. Все, это технология, это опросы, они делаются регулярно, вы знаете, они очень успешны. Следующее, у вас очень хорошая новость какая? Вы с хорошим контакт в клиенте. Если позвонит специалист контакт-центра, ну, ему сложно, у вас хорошие отношения, да. Именно по этой причине компания оставляет право за риэлтором общения с клиентом, да. И я считаю, что это правильно. Дальше, обучение клиента, давайте так, тоже интересно, значит, обучение. Клиентов надо обучать? Всегда. Запомните, клиентов много интересного. Давайте вот я вам приведу сейчас несколько примеров вполне конкретных, а вы скажете нормально, ненормально. Вы увидели какой-то интересный курс про инвестиции в недвижимость, да, или как накопить там денег. Клиенту можно ссылку скинуть? Так, спам это можно превращать? Нет. Но иногда можно. Значит, смотрите. А, еще, кстати, теперь внимание, почему это все нормально. Мы проводили опрос, не опрос, а, скажем так, на основании жалоб. Думайте, какая самая популярная жалоба наш риэлтору компании «Этажи» со стороны клиента. Потерялся. Где он? Пропал. Вот. О чем это говорит? Вы знаете, я же часто бываю и в Америке, и в Азии, условно часто, да, там обратная проблема. Там у них книга написана «Тысячу и один способ лишний раз поговорить с клиентом». Прям книга такая есть, серьезно. Вот, представляете? То есть там, понимаете, там обратно. Они говорят «Боже мой, пожалуйста, дайте мне 15 минут общения с клиентом, я ему продам все». Да, там никто не соглашается встречаться, там люди по-другому ценят время, да, абсолютно. И вот то, что у нас здесь такая возможность общаться с клиентом, это уникально. То есть там такого нет, поверьте. Там все по-другому, там борьба идет за это общение, там какой-нибудь повод придумал кто-то, что это все, это уже гениально. Так, монетарная привязка. Нормальная программа лояльности? Нормальная. Ну, во-первых, у нас хорошие условия от банков есть, иногда условия от застройщиков бывают, страховки можно всегда продлить по хорошим условиям, да. Я вам секрет открою, всегда можно при сильном желании договориться страховку подешевле для клиента сделать. Я вот со страховыми часто встречаюсь, они говорят, так, ну если какой-то VIP-клиент, вы обращайтесь, мы ему скидку сделаем, нет проблем. На второй, третий раз вообще. А если, говорит, нужно его у конкурента забрать, то вы, говорит, точно, а? Тем более, говорит, вообще, сделаем. Но какой процент, как вы думаете, риэлторов обращается? Никакой. 0 рублей 0 копеек, что называется. Вот, значит, вот, поэтому, понимаете, это тоже, это все, понимаете, вот, я думаю, сейчас многие меня слушают, думают, вроде правильно, но что-то как-то не по-нашему, да? Ну, на самом деле, нет, я скажу так, правильно и по-нашему, просто надо все это уметь преподносить. Да, все. По-нашему подойти. По-нашему подойти, правильно, перевод нужен, вот этого всего. Понимаете, то есть и люди готовы к этому. И сам факт, что они жалуются на отсутствие контакта, да, потому что, когда клиент обращается к риэлтору, слушайте, он все-таки ждет долгосрочного отношения. Теперь немножко про LTV. Так, все знают, что такое LTV, я уверен, да? То есть это по-русски продолжительность жизни клиента. Long lifetime value. Вот, значит, как очень просто посчитать. У каждого клиента, оказывается, есть своя цена. Кто это знал? Все знали. Есть своя цена. Она очень разная у всех. Вот запомните, это очень простая формула. Придумана, кто не знает, лет, наверное, 50 назад. То есть это сколько будет обращаться раз. Я с вами вместе специально считаем, клиент 28 лет среднего достатка. Сколько он стоит у нас вообще? Срок покупки. Он 40 лет будет обращаться. Частотность обращения у него будет раз в 3 года. Либо он, либо знакомым порекомендует. Вы поняли, да? Это тоже считается там в LTV. Значит, средний чек 100 тысяч. А через 50 лет какой средний чек будет? Страшно представить. То есть он будет больше. Я это условно взял, дисконтировал сейчас. Итого, LTV данного клиента составит 1 200 000. За 1 200 000 можно лишний раз позвонить? Можно лишний раз, я не знаю, что сделать. Если честно, да? А? А почему в Юане? Вы к чему готовитесь, Андрей Павлович? А? Не, 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 не. Слушайте, ну разделите, сколько там? 12, да? Юаней там. Все у вас будет. 100 000 юаней, грубо. То есть тоже неплохо. Ну можно хоть чем. Можно в этих сомалийской валюте. Вот. Значит, смотрите. Суть какая вопроса? Вот мы это понимаем, нет вообще? Что мы спокойно готовы ради 60 000 подать на 5 000 объявлений для одного клиента и ради 1 200 000 мы не готовы делать один звонок. Да? Так, почему? Я вам вначале сказал, почему. Потому что потом и не гарантировано. Да? А это сейчас и гарантировано. Наш мозг так нас обманывает. Все. Я вам еще, знаете, вот тоже давайте немножко про себя расскажу. У меня есть обратный принцип в жизни. А я всегда считаю наоборот, что надо всегда сначала делать все, что долгосрочно и не гарантировано. Потому что когда ты делаешь так, ты, как ни странно, вероятность поднимаешь. Да? То есть есть вот Рейдалио принципы, книжка. Ну вдруг кто читал. Он там описывает. Запомните, говорит, жизни нужно биться за каждый процент вероятности. И особо нужно биться за процент вероятности, когда он становится подходить к 100. А почему? Если ты, допустим, в футболе всех обвел и поворотом не попал, что это? Это плохо. Ну, условно говоря, неудачно. Поэтому в бизнесе точно так же. Точно так же нужно, во-первых, поднимать эту вероятность. И потом, когда вы уже близки к цели, нужно вот прям все туда сделать. Теперь это… А теперь еще, смотрите, плохая новость. Страховка. Мы теряем страховку, если с клиентом не общаемся. Вы знаете, как банки за эту страховку с ума сходят? Просто. Во-во-во. Это они с ума сходят на первой стадии, а на пролонгации нас там прессуют, там ультиматумы ставят. То есть с клиентом. Почему? Да не потому что деньги, потому что это повод общаться с клиентом. Понимаете? И вы лишний раз при оформлении страховки, он вам еще и еще услуги скажет, и вы реально, долго жизнь с ним идет. Оценка, аренда знакомым, грубо говоря, электронная регистрация, рефинансирование, ремонт, дизайн. Все. Вот это современное удержание клиента. То есть оно дает доход. Значит, кто-то спросит меня, кто-то спросит, и что вот реально весь западный мир азиатский так работает? Да, так работает. Значит, был на стажировке в агентстве в Сингапуре, в Германии, в США, в Гонконге даже. Вы знаете, они у всех вот так вот у них, они удивляются, когда узнают структуру нашего вот этого российского риелторского бизнеса, что мы там 7% тратим на привлечение клиентов. Я говорю, да нет у нас нигде такого. То есть у нас, говорит, вот по риелторам, он говорит, мы 3 тратим на привлечение, и говорит, ну 2-4 тратим на удержание процента. Ну, в своем основном выражении, да. Теперь я остановлю презентацию и дальше вам расскажу про… немножко порисую, ладно? Ну, давайте. Ух ты, как прикольно рисую, кстати. Так видно же, да? Так, что это такое? Нет, это не шляпа. Так. Да, это гауссовое распределение. Гауссовое распределение. Ну, все же знают, что такое гауссовое распределение. Да, знаете, знаете, не сомневаюсь. Оно о чем говорит? О том, что все в этом мире на самом деле интересно распределено, да, то есть достаточно. То есть слово 6 сигм слышали? Нет? Не слышали? Ну, есть теория 6 сигм. Ну, вы что? Ну, е-мое. То есть суть какая? То есть это вот 6 сигм – это, короче, три ошибки на миллионы единицы брака, грубо говоря. И здесь есть вот такие маленькие всякие отклонения. Давайте я вам пример, чтобы быстро понимали. Я расскажу, зачем. Как рост человека распределяется? Какой средний рост мужчины в мире? Не, 180 – вы что? Ага. В общем, где-то, по-моему, 175, 174 даже, если не ошибаюсь. Рост среднего мужчины в мире. Значит, допустим, у какого… Вот Андрей Руфович у нас высокий. Какой у вас? 8. Вот как вы считаете, он в какой процент попадает в самых высоких? 187, если у него рост. А? С правой стороны где-то. Слушайте, я думаю, он попадает точно где-то в полтора, наверное, процента самых высоких, Андрей Руфович. То есть он где-то вот здесь. Я к чему клоню? И также меньше 150, там, 4, наверное, тоже какие-нибудь полтора процента. То есть все в мире распределяется мат-анализом. Значит, точно так же распределены ваши клиенты. Вы не поверите, но у вас у всех есть такая же таблица по вашему клиенту. Только там что у нас? Не рост, а что? LTV. Да, кто-то у вас есть клиенты по этой шкале, которые вам принесут 5 миллионов. А есть клиент, который, скорее всего, к вам больше не обратится. Согласны? Да. И вы это знаете. Так, теперь есть среднее вот это количество клиентов, в такой максимальном диапазоне которого то, что мы вам считали, где-то вот тут, допустим, будет миллион, тут миллион четыреста. Жизнь всегда так устроена, что где-то большая часть поддается примерному анализу, и вы примерно понимаете, ну, вот эта зона, как на ней работать. Теперь дальше вы определяете стратегию. Вот смотрите, очень важно в этом мире четкое таргетирование. Вот смотрите, как этот мир интересно устроен. Многие гонятся за дорогими клиентами. Вот сюда. Какая особенность у дорогих клиентов? Мало. И? Все за ними гонятся? Вот, то есть, а? Конечно, вы что, мир так устроен в этом плане. Вот, значит, здесь обратная ситуация. Ни с чем аналогию не будем, естественно, сравнивать, да? Значит, смотрите, в чем суть. Так вот, у вас вы должны четко понимать, во-первых, кто ваши клиенты. Да? Это важно. Мне приходит один недавно риэлтор, говорит, слушайте, у меня, говорит, проблема, у меня нет дорогих клиентов. Да? У меня, говорит, все клиенты находятся, ну, вот какие-то, говорит, обычные, нормальные, хорошие клиенты. Вот, я говорю, а расскажи, пожалуйста, что ты делаешь для этого вообще? То есть, как это же, говорю, целый мир, наука, работа с дорогими клиентами, извините меня. Это надо начинать посещать места, где они бывают. Все согласны? Да? Извините меня. Это надо подавать много рекламы на дорогие объекты, чтобы они стали звонить. А я, кстати, вспомню, я говорю, давай мне покажи выгрузку свою за последний год своей рекламы. И мы увидели, что там ни одной рекламы дороже 7 миллионов, по-моему, не было. То есть, она сама подавала и потом думает, а где у меня дорогие клиенты, да? То есть, смотрите, вот точно так же с вашей базой она у вас уже есть. Вы ее все можете сегментировать. Она уже подается распределению. Вы сами того не понимая уже на кого-то ориентированы. У вас уже сформирован ваш профиль работы. Вы не поверите, но ваши клиенты это чувствуют. И, скорее всего, какой-то сегмент клиентов уже к вам обращается, а какой-то к вам не обратится. Почему? Потому что он не нашел своего отражения, да? То есть, он наоборот. Или наоборот, если клиенты, допустим, условно, то, как считают, вот тут клиенты с низким достатком, дорогие клиенты могут быть и здесь, с LTV низким, согласны? Они раз купили, ему, допустим, уже сколько лет? 60. Все, дальше ничего объяснять не надо. Вот. Значит, неудачный пример, конечно, вырежете его из этого. Ну, это чтобы вы понимали, как все это работает, да, к сожалению, великому. Ну, ладно, пусть будет так. Пусть все только начинается. Значит, суть такая. И наоборот, бывает клиент недорогой, но часто покупает. У него, допустим, большая семья, правильно? У него там большое влияние в диаспоре, условно говоря, да? Или он сам активен. Или у него там, допустим, 70 тысяч подписчиков, да? То есть, условно говоря, все, это ваш клиент, он должен с вами пост сделать обязательно. То есть, вы там должны его условно поймать, сфотографироваться, сказать, выставляй пост. Я шучу, конечно. Но плюс-минус это сделать. Так, все поняли, что такое таргетирование, понимание гауссового распределения, работа. Почему вот LTV, как это работает, почему для любого риэлтора важно это глубинно понимать. То, как считает, почему, как правило, до этого руки не доходят. Лень? А почему не будет лечь? Я же все. Да, все правильно. Значит, смотрите, это больше касается замыкания клиента, да? Тоже для вас подобрал. Значит, замыкание, знаете, такой интересный вопрос. Он в литературе выделяется отдельно. Что такое замыкание? Это, проще говоря, почему клиент должен работать именно с вами. Конкретно с вами. Не с компанией этажи. Да я всегда говорю, компания этажи сегодня в этажах работает, и завтра условно в другой компании. Надо всегда это понимать. Все знают, политика компании – это создавать лучшие условия, быть конкурентоспособными. А политика риэлтора, на мой взгляд, должна быть тоже всегда быть лучшими для себя и иметь всю свою клиентскую базу, чтобы быть лучшими для клиента. Без привязки даже компании. Компания должна свою хорошую работу делать, никогда не борзеть, грубо говоря. И риэлтор всегда должен быть тоже очень профессионалом. И в этой конкуренции, мне кажется, суперэнергия возникает. Я вот в этом глубоко убежден, поэтому так спокойно и говорю. Поэтому замыкание, я для вас тренинг готовил, да? На вас. Что нужно сделать, чтобы клиент работал только с вами? Ну, смотрите. Высокие издержки переключения. Легко уйти к другому риэлтору, нет? Вот. А когда вы действительно работаете с клиентом, это должно быть невозможно. Почему? Ну, как он без вас вообще может в этом мире? Понимаете? Вот так должно быть. Понимаете? Это должна быть, такой настрой должен быть. Это сложно? Сложно. Это дорого? Нет. Знаете, это сложно, но недорого. Это хорошая новость. Потому что, когда дорого и сложно, это уже надо задуматься. Я всегда всем говорю. И то, поверьте на слово, когда сложно и дорого, как правило, всегда это очень большая рентабельность. Но потом. В жизни так всегда бывает. Всегда бойтесь, когда что-то просто и дешево. Как правило, это подвох. Всегда. В большинстве случаев. Ты платишь за это только другой валютой, но потом. Так, давайте вместе с вами понакидаем быстро. Это три таких момента, которые вместе вот можно на себя высокие… Какие издержки переключения могут быть для риэлтора? Понимаете? Это очень сложная тема. Я ее специально сюда сделал, чтобы все подумали. Давайте я вам поподсказываю. Первое. Вы не поверите. Это харизма. Да? Харизма. Люди никогда не уходят от харизматичных риэлторов. Проверено. Это большие исследования. Внутри компании это жи. Спрашивали, что позволяет. Почему вы общаетесь с риэлтором? Говорят, у него хорошая харизма. Он, то есть, начинает переводить человеческие качества. Серьезно. Не профессионально, а человеческие. Вы не поверите. Первое, что приводят. Вот почему вы точно… Вот мы опрашиваем риэлторов, ой, клиентов. Часть из них говорит, вот все, точно буду работать с этим риэлтором. Там неважно, в какой компании будет работать. Начинаем дальше. Идет глубинное интервью. Потому что вот харизма. Ну, я это так условно называю. Это это. Второе. Что второе издержки какие? Нет. Это слушать. Слушайте, это уже такое. Не будет критично. Скажу так. Давайте я вам секрет открою. Клиент это не считает. Он не будет говорить умение слушать. Клиент как это назовет? Он скажет, да, скажет. Это такой хороший человек. Вот. То есть, а? Мы так рассуждаем. Мы никогда не говорим. Мы не говорим. Эмпатия. Эмпатия, да. Эмпатия – это отдельная тема. Давайте я вам там быстро расскажу. Я вот прошлый тренинг рассказывал. И все знают три вида эмпатии. Первая эмпатия – это она какая? Я знаю, что тебе нужно. Клиент приходит и что говорит? Мне нужно купить квартиру. Ну, тоже мне новость, да? Если ты пришел ко мне. Ну, это любой поймет, да? То есть, все. И ты с ним работаешь на этом уровне. Ты начинаешь говорить. А какую вам квартиру нужно? А что, как? И все. Пошло, поехало. Второй вид эмпатии какой? Я знаю, что ты чувствуешь. Ты не просто хочешь купить квартиру. Ты хочешь улучшить условия. Тебе хочется, чтобы у тебя дети там были в отдельной комнате, да? Ты хочешь ближе на работу ездить. Тебе там условно надоел сосед, да? Вот. Или еще что-то случилось. Все. Ты не хочешь купить квартиру. Ты хочешь что-то другое. Риэлтор, эмпат второго уровня, он куда будет работать? В этой части. Конечно, он будет уже предлагать, он понимать. Он через это будет строить диалог, поверьте на слово. Это совершенно другая история. И третье. Я тебе сопереживаю. Я не просто что знаю, знаете, а я еще тебе помогаю этот опыт сопереживать. Сосед плохой? Конечно, плохой. То есть, грубо говоря, да? На работу надо быстрее ездить. Конечно, это сэкономить столько времени, столько всего. Это я сейчас без иронии говорю, понимаете? Надо уметь всегда подстраиваться, усиливать ожидания клиента. Вот это называется. И тогда возникает, да, тогда он как-то… Я, вы знаете, когда тренинги провожу, я иногда спрашиваю, говорю, за что чьи вы даете? Говорю, за что чьи вы даете официантам? А? За хорошую еду? Нет. За хорошую, за обслуживание, за то, что вовремя принес. Вы не поверите, это тоже доказано. Вы даете за отношения. Вы всегда платите за отношения. Он даже может быть долго вам нести, может быть не совсем вкусно, но если он к вам обращался, вот так вот вышел за рамки, как правило, еще лично общался как-то, все, чаевые, как говорится, у него в кармане. Я с чего начинал? Чтобы понять другого, переводите на себя, и тогда вы поймете, в какой ситуации мы находимся. Вот у нас точно так же, поверьте на слово. То есть люди в итоге лояльны только тогда, когда мы на личностном уровне с ними коммуницируем. Согласны с этим? Это очевидно. Это мы все люди, мы так устроены. Сейчас вот в мире есть хорошая книга, по-моему, она только на английском, я не знаю, на русском не видел, не уточнял. Human to human называется. То есть человек к человеку. То есть это новый тренд, потому что раньше считалось, что клиенту продают. Нет, мы продаем человеку все, в первую очередь, всегда. Все, сначала в основе люди, потом все остальное, потом его потребности, пятое, десятое. Так, в общем, давайте, с замыканием разобрались. Так, вознаграждение за работу с вами. Это что за пункт, кто как считает? Ну, подарки. Слушайте, какой-то маленький подарок, мне кажется, иногда вполне допустим для клиента. Ну, честно. То есть, более того, если клиенту тоже нужна ваша лояльность, это же обратный процесс. Он же тоже какие-то услуги продает всегда, правильно? Он тоже может подарок дать. Нет, откат это же когда? Это когда, ну, что-то, откат что-то другое такое. То есть, ну, слушайте, подарок это подарок. Так, а, откат, я вам скажу, откат это когда ты что-то не мог получить, что-то дал и получил. А подарок это когда ты что-то получил и потом вдруг решил облагодарить. Это две разные вещи. Вот. Нет, это очевидно. Вот, значит, поэтому, знаете, это говорит об эмпатии. Раньше, знаете, я расскажу, давайте, насчет подарков. Тоже такая вещь интересная. Вырежем, наверное, ладно, вырежем железное. Из этого, но расскажу. Ну, вечер 30 декабря мне звонит вице-президент крупного банка, почти крупнейшего. Можно сказать, самого крупного. Вот, значит, и это, ну, вырежем, раз я расскажу. Я думаю, что ему надо в 9 вечера, думаю, ладно, в Москве 7, думаю, ладно, думаю. То есть, это, это. Говорит, слушай, Ильдар, я тут сижу. Ты знаешь, а мы всем крупным партнерам в этом году подарили такого большого деревянного щелкунчика. Да, ну, вот, это всем подарили. Он говорит, слушай, ты знаешь, что, говорит, я же, говорит, в детстве так любил щелкунчика. И, говорит, все время мечтал, что мне кто-нибудь подарит большого щелкунчика. Вот. И, говорит, вот, говорит, как, говорит, я, говорит, прям решил тебе позвонить. Вот. Я не сразу же понял, что происходит. Если честно, я не знал, какие мы подарки дарим. Вот. Это. И потом Владу, ну, у нас Влад всем этим занимается, Сидоренко. Владу говорю, слушай, молодец. Не зря, не зря работаешь. Вот, все нормально. А он, я так понял, узнал, что надо, что это, подобрал, представляете, да? То есть, мой тип характера, я бы в жизни этим не занимался. Но я вообще считаю, зачем все это надо. Но это работает, коллеги, это работает. Слушайте, все мы люди, да, человек к человеку. Вы знаете, это работает. Здесь главное не переусердствовать. Вот. Должно быть пропорциональной экономике. Так, в общем, давайте тут не буду сильно останавливаться. Ладно, тут и так все понятно. Просто запомните. Значит, про возвращение клиентов. Что говорит Игорь Манн? Я всегда ссылаюсь, когда что-то пишу, да? Вот его точка зрения. Почему сложно, да? Значит, это всего лишь 4 пункта, там их больше. Кого заинтересовало? У Игоря Мана есть крутая книга «Возвращенцы». Значит, я всем советую ее прочитать. Вот я считаю, если вдруг вот хотите реально, как говорится, стать профессионалами, да, срочно чтение этой книги. Вы знаете, там он хорошо привел, я считаю, Игоря Мана гением, я в этом убежден. То есть он прям расписал вот эту конкретную тему на 5 с плюсом. Я всем, я считаю, что это лучшая книга про эти процессы. Вот. Теперь у меня немножко это я тоже подготовил, да? Что обязательно нужно сделать, когда заканчиваете сделку? Грубо говоря, да? Вот просто запомните, это просто стандарт должен быть. Мы сейчас, естественно, все это будем на системном уровне автоматизировать, делать. Это я, когда готовился, вот это писал все, хотел прокомментировать своими словами, да? Значит, вот я многие знаю, до сих пор это многие не делают. Во-первых, у многих до сих пор нет соцсетей, да? Но это просто странно, потому что вот этот облик соцсети – это такая же одежда на сегодня человека, которая должна быть. И, соответственно, вот это очень важно, вот эту новую вот эту одежду социальную, ее всегда надо уметь, а, носить, б, хорошо одеваться, да? И умение, это же очень хороший метод коммуникации, еще очень мощный. Так вот, обязательно в друзья добавляйтесь и попросите их подписаться на вас. Как это можно сделать? QR-код отправляешь и все, да? Вы знаете, век коммуникации – это самый дешевый метод, вы не поверите, удержание клиента. Просто добавляться к ним и сделать, чтобы они подписались на вас. Не все будут, естественно, за вами следить, смотреть, но при прочих равных это сделают. Значит, обязательно договориться о следующем контакте. Это всегда надо сделать. Вы всегда должны договориться, когда в следующий раз вы пообщаетесь. Пусть это пройдет полгода, пусть год. Вы договоритесь, пожалуйста, что вот, допустим, особенно сейчас популярно по новостройкам, у нас есть там на сдачу различные сервисы, да? Скажите, я могу там с ремонтом помочь? Скажите, у меня большой опыт, я могу просто прийти вместе с вами посмотреть, подсказать, где что и как, да? Это нормально, это всегда нужно сделать. Написать письмо-сообщение во всех мессенджерах, чтобы они везде могли вас видеть. Так, это нужно сделать? Обязательно. Напишите во всех мессенджерах. Что там нужно рассказать? Это на самом деле нужно отправлять вместе с пятным вопросом. Расскажите, какую вы работу провели. Вы знаете, большинство людей не представляет нашу работу. До сих пор есть много клиентов, которые что говорят? А что вы там, там, ну, что вы там? Талончик взяли. Вот, значит, вот. И все. Ну, реально, слушайте, это правда. Я до сих пор иногда это слушаю. Этого все меньше, да? Но иногда это бывает. Вот. Поэтому это. А это, знаете, давайте тоже прикол расскажу. Короче, приехали в Facebook на стажировку, в Кремниевую долину. Значит, это я долго-давно так не смеялся. Идем, и замом этого, вот этого Цукерберга, там договорились на встречу, он там IT-систему нам всю их рассказывал. Приходит, приходит. А с нами парень был один. Ну, юморист вообще такой, ну, бестолковый, но юморист. Вот. Значит, и это, и сидит, сидит, там 40 тысяч человек, да? Он спрашивает, слушай, говорит, а чего у тебя 40 тысяч человек все чем занимаются? Он говорит, слушай, ну, говорит, сайт, вот, говорит, вот там, ну, нужны вот эти точечки, запятые, клиенты, там, сервера. А, говорит, я понял, техподдержка. Вот. Поэтому, ну, точно так же, понимаете, у людей простое восприятие о том, чем мы занимаемся. Да? То есть не все вот эту глубину понимают. Поэтому обязательно опишите, какую работу провели, что вы в итоге сделали для клиента, да? Еще раз посмотрите, какую квартиру купили. Покажите ему, что там вы смотрели, да? Это обязательно надо делать, это нормально. Я вот, знаете, я вам расскажу, тоже редко это рассказываю. Я после каждой встречи с партнерами, думайте, что я всегда делаю? Да, я всегда пишу письмо. Встреча прошла такая-то, мы обсудили то-то, я вот еще хотел обсудить то-то, то все, пятое, десятое. Спасибо большое. Вот ссылка на наши результаты, на нашу метрику совместной работы. Это стандарт управленческий. Все, это нормально абсолютно. У меня всегда есть в календаре время, когда я просто вот это делаю. Да, то есть после каждой встречи. У меня, видите, у меня часто в дороге, поэтому я в дороге иногда, там, в самолетах, в поездах все это пишу. Вот, но вам еще проще, вы можете это делать спокойно, это нормально. Люди очень хорошо это воспринимают, всегда отвечают. И плюс что с нашей памятью? Дырявая. Давайте по-честному. Черчилль правильно говорил? Самый острый, самый тупой карандаш лучше самой острой памяти. Вот, поэтому, ну, в наше время это там условно запись, да? То есть всегда клиент забудет, поверьте на слово, все забывается. Просмотрели, вы вспомните, вы и сами вспомните, вы даже для себя это пишите. Понимаете, это тоже правильно. Вот, дальше. Итоговое письмо, вот это все это сделано, да? Написали, посмотрели. И какую работу, итоговый отчет тоже написали. Все. Так, это просто. Я вам секрет открою. Это где-то можно Ctrl-C, Ctrl-V. Плюс-минус. Там 70% может быть одно и то же. Клиенты с друг другом не общаются. Это я вам так по секрету расскажу. Имя поменяется. Ну, имя и еще полк. Тоже важно. Вот. То есть все надо поменять и сделать. Так, это стандарт, он нужен. Значит, дальше. Теперь немножко вот советы, о чем можно писать клиенту, да? Покупателю. Он покупатель. Вот я тоже, это я сам все придумал, да, вот эти все вещи. Значит, мне кажется, что это тоже нормально. Мы, естественно, сейчас будем в рамках компании все это действовать. Значит, первое. Регулярно отсылайте ценовую ситуацию с квартиры, которую купили. Значит, я уверен. Знаете, вот есть люди, которые акциями занимаются. Они, мне кажется, слегка подсажены становятся. Они начинают постоянно смотреть эти цены акций. Как сумасшедшие. Даже в рабочее время. Вот. То есть это отдельная история. Что за эффект только считает? Что в основе? Работа, я думаю, что в большом плане, в основном, в среднем, в среднем, в среднем, в среднем. Да. Вот, все правильно. Ну, Татьяна у нас, как говорится, монстр, да? Я другого слова не подберу. Вот. Все правильно. Люди хотят знать, когда людям не хватает вот этого доморфина счастья. Понимаете? Они его инстинктивно ищут везде. То есть людям нужны положительные эмоции. Когда цены акций падают, те же люди что начинают? Не смотрят. Тот же человек просто, он чуть ли не приложение удаляет. Вот. Почему? Потому что человек не любит отрицательных эмоций. Он сейчас защищает от них, понимаете? Значит, ваша задача какая? Вы тут профессионалы, вы обязательно шлите и рассказывайте людям ценовую ситуацию. Это нормально. Мы шлем для чего это все? Кто как считает? Чтобы, конечно, поддержать контакт, создать пользу клиенту. Это все стоит очень недорого, да? Это все можно сделать примерно там, быстро время занимает. Не надо это делать каждый месяц. Я считаю, такая работа раз в год или раз в полгода должна проводиться, да? Вот, еще что-то туда накидайте. Дальше. Изменения в законодательстве, налоговом, юридическом. Надо отсылать клиенту? Надо. Что-то получилось тоже сделайте, посмотрите. Я подчеркну, не ждите, пока компания отошлет. То есть вы должны делать это сами. Как мы реагируем на сообщения от условно там, не знаю, спортмастера? Кто-нибудь читает сообщения? Нет. Нет, они все в каком-то чате. Пусть там лежат дальше. Вот. То есть, а когда вам человек, понимаете? Почему я вот считаю, наша модель всегда будет строиться на людях? Потому что это отдельная история, понимаете? Это неописуемо вообще, какая ценность большая. Просто мы не все это понимаем. Дальше. Нюансы с ипотекой. Обязательно слушайте, расскажите, как правильно платить. Вы знаете, для многих это стресс. Они не знают. Ладно, сбери там удобное приложение. Да, покажите, как пользоваться. Все. Знаете, что первый платеж проходит? Что нужно позвонить, спросить? Все ли хорошо, все ли правильно, разобрались. Нет, давайте подскажем. Хотите, можем прийти вместе первый платеж сделать. Я знаю, как там есть нюансы. Это нормально, понимаете? Вы не представляете? Это, во-первых, приятная работа такая. Она классная. Вот. Ну и второе. Там рождение ребенка, переезд. О клиентах нужно знать все. Для этого это целая наука. Это сложно. Я вот знаю наших топовых риэлторов, слушайте, ну реально. Просто с какой-то дикой скоростью вот так вот могут листать эти сторисы. Я недавно узнал, оказывается, девушка в среднем на 40% листает быстрее сторис, чем мужчина. Вы это знали, нет? А? Вот. Ногти. А? Ногти. Вот. Вот. Значит, это правда. Я недавно узнал. Оказывается, разный тип мозга, он вот тут вот формируется. И оказывается, очень интересно. Парни любят так долго смотреть, а девушки такие. Вот. Значит, ладно, все. Проехали. Вот. Значит, и обязательно ставить лайки и комментировать. Это современная жизнь. Это нужно делать? Да. Нужно всегда, слушайте, да. То есть все знают, боты можно настраивать, чтобы лайки ставить без проблем от себя. Все это знали, нет? Нет. Можно ставить. Ну вы что? В телеграме все знают, можно отложенные сообщения писать. Спокойно. На 5 лет вперед написали сообщение, забыли. Есть свободное время. И все. Вот. Есть боты специальные тоже. Слушайте, а мир такой стал, понимаете? То есть мир такой. Все. Он позволяет работать тогда, когда у тебя есть возможность. Мы просто это еще не приспособились. У нас инертность мышления. Я вам даже пример приведу. Допустим, раньше люди письма писали. Потом что у нас? Письма, куда все перешли? В электронную почту. Это стало копироваться. В электронной почте было уже все по-другому, но все равно в основном сначала были тексты. Правильно? Там ссылки редко стали использоваться. В мессенджеры. Вначале что стали копировать? СМС-ки. Потом только стали там другие процессы добавляться. Сейчас только-только начали полноценно мессенджеры все возможности использовать. Тоже там картинки можно вставлять, целые сообщения красивые писать. То есть все эволюционно идет, понимаете? Мы всегда повторяем то, что было до этого в этапе эволюции. Все же знают второй какой-то такой он в биологии антогенез и скраткое повторение филогенеза. То есть мы все повторяем то, что было до этого, сами того не понимая в нашем развитии эволюции. Так. Тут все понятно? Ничего сложного? Ничего сложного. Понятнее не бывает, что надо. Главное делать, да. Слушайте, еще один автор, которого рекомендую. Джоу Колман. Это, я считаю, гуру взаимоотношения с клиентом. У него есть крутая книга. Джоу Колман. Никогда не теряйте клиента. Превратите любого покупателя в пожизненного клиента за 100 дней. Однозначно рекомендую. Очень крутая книга в топ моих книг, которые я читал. Дальше. Мана, что рекомендую возвращенцы. И Гроувинг. 22 маркетинговых действий для роста бизнеса. Крутая книга, всего 80 страниц. Тоже рекомендую. Гроувинг. Игорь Ман. Смотрите, Джоу Колман подошел к этому вообще еще масштабнее. Он говорит, ребята, запомните, раз и навсегда. У клиента 8 стадий. Книжку почитаете? Книжка реально крутая. Вот честно советую. Вы знаете, литературу очень много читаю. Вот действительно цены для нашего бизнеса, которые помогают, мало. Как правило, такая вода, знаете. Вот тут прям такая конкретика, которая суть понимает. Значит, эта книга, которую я считаю, она вообще лучшая про брокерское дело. Сразу скажу, написана в 1930 году. Это лучший страховой агент в истории США. Значит, написал. Естественно, его давно нет в живых. До сих пор входит в топ-10 книг про брокерской литературе в мире. По многим опросам. Вот. Фрэнк Беттеджер. Как подняться от неудач к успеху в продажах. Я считаю, гениальное произведение. Гениальное. Есть на русском языке. Фрэнк Беттеджер. Значит, обязательно прочитайте. Это гениальное произведение. Значит, входит в такую классику литературы по продажам. Написано очень интересным языком. Точно советую. Так, давайте Джон Колману. Из российских авторов есть забытый автор российский. Деревицкий. Александр Деревицкий. Он умер, к сожалению. Тоже. Я у него прямо на тренинге был. Может, кто-то тоже был. Я не знаю. Я считаю, что это лучший российский тренер по продажам. 100%. У него серия книг есть. Школа продаж. Там еще какие-то. Тоже советую. Тоже очень крутая литература. Так, давайте. Вот последнее, о чем я хотел рассказать. Вот про это все. Книги почитайте. Я еще что хотел сказать. Что оказывается, у каждого клиента есть своя стадия. Сейчас вот поподробнее порассказываю, чтобы интереснее было чуть-чуть, чтобы вам захотелось почитать. Значит, вот давайте, допустим, стадию оценки я вам уже рассказал. Думаете, что такое стадия признания? Стадия признания – это тот момент, когда от оценки клиент переходит и говорит, да, вы мне должны помочь. То есть он говорит, все, все, я признаю, вы мне поможете, давайте начинаем. Подтверждение – это то, что мы начинаем говорить, что он начал с нами работать. Оказывается, подтверждение еще ничего не значит. То есть от признания до подтверждения бывает такое. Клиент говорит, ну все, начинаем работать, потом пропал. Почему? Кто как считает? Нет. Потому что, оказывается, у всех у нас, у нас есть два режима принятия решения. Я не знаю, знали, не знали. Мы сначала соглашаемся, а потом мозг что говорит? Подумай, нужно ли тебе это. Знаете, у клиентов это бывает. В эмоциональном запале задаток дали, потом что на следующий день? А правильно ли мы поступили? А все ли хорошо? Да, действительно, зачем нам нужна эта квартира? Это двухступенчатая система защиты. Да, это так работает стадия подтверждения. Если ее пропускаешь, нужно всегда понимать, что она будет в любой ситуации. И на нее тоже нужно уметь отработать. Даже если клиент весь такой лояльный, да-да-да, все-все-все, ему нужно отправить и сказать, слушай, ты делаешь правильный выбор, потому что то-то, то-то, то-то. Потому что вот так, вот так и вот так. То есть это очень важно, очень правильно. Значит, следующее. Это активизация клиента. Это активизация, когда он начинает, вот он захотел, потом прожил признание и начинает взаимодействовать с компанией. Первое впечатление должно быть какое? Вау. Да, первое впечатление стадии активизации, он должен обратиться, это должна быть красивая встреча, я не знаю. То есть там сразу же, там ему что-то, он сразу же должен понять, что он с вами. Знаете, я вот иногда поражаюсь, когда клиенты… Клиент, кстати, привередливый в нашей сфере, нет? А? Не очень. Вы знаете, вы не поверите, я скажу не очень. Я все-таки считаю, что в нашей сфере клиент непривередливый. А? Разный. Ну, в основном непривередливый. Вы знаете, я расскажу очень просто, почему непривередливый. Во-первых, большинство из них всегда готовы к нам в офис приехать или навстречу. Вы знаете, привередливый, когда будет клиент? Когда он скажет, подожди, стоп, приедь ко мне на работу, расскажи, я к тебе сам не пройду. Вот это, значит, отрасль уже переконкурирована. У нас пример каких таких отраслей? Ну, банки, банки сами. Как? Ну-ка, не, подождите, как банки? Банк, мы что, депозит к нам приходит, депозит открывает? Нет, нет, я имею в виду, где пример, когда конкуренция настолько высокая, что к вами сами идут все. Страховщики, правильно? Они говорят, давай, давай, я к тебе сам приеду, в любое место только это, продлить страховку, грубо говоря. Да, еще. А? Небольшие банки, тоже очень лояльные, да, могут там все сделать, прийти. Все, доставка, правильно, почему? Раньше ты только в магазин мог сходить, сейчас они говорят, сам привезу еще после определенного чека и бесплатно, правильно? Эти вайберы всякие разные, то же самое, да? Тот же пример, то есть конкуренция всегда идет к клиенту, это целый мир, целая там история. В общем, давайте так, акклиматизация, активизация, поняли, что это такое, это первое общение. Акклиматизация, это что такое? Клиент должен понять, как работать. Я вам сейчас приведу просто пример. Вот у нас пример неинформированного потребителя. Знаете, что потребитель не знает, что его ждет. Он когда к нам обращается, он думает, черт его знает, что он со мной будет делать, как продавать эту квартиру, что они там будут вытворять для этого. Вот правильно там, Андрей Иванович, большинство думает, что работа ограничивается там какими-то типовыми операциями. Мы все понимаем, как это сложно. Так вот, очень важно клиенту рассказать, что он будет делать, как он будет делать, как вы поможете решить эту проблему. Тут нужно все рассказать. Очень много больших специалистов в продажах, они говорят о том, что вот этот этап самый важный, важность которого недооценивают. Хороший риэлтор так подготовит своего клиента, так ему расскажет, так продаст себя, но он потом будет работать правильно. Я вот, знаете, самый простой пример приведу. Давайте, раз с Аганесяна начинали, и мы закончим. Он, знаете, он такой, ну я считаю, очень талант большой, да, в плане именно работы. И он такой, говорит, запомните, говорит, думаете, как он быстро уговаривал любого клиента на эксклюзив? Кто как считает? Как он быстро клиенту объяснял, почему важен эксклюзив? У него было три убит... Нет, для продавца. Да. Почему? Смотрите, очень интересно. Он говорит, запомните, он до этого в деталях не понимал клиента, он, это же автор, он же целую теорию изобрел. Естественно, его агентство обанкротилось, чтобы вы знали. Да, да, но я сейчас расскажу. Мы с ним встречались, знаете, в 15-м году, в 2015-м, я не помню, в каком-то городе, в одной стране, так ее, скажем, назовем, да. Вот, и он мне, слушай, говорит, Эльдар, я, говорит, если вы, говорит, по-моему, в 20-м году не обанкротитесь и не закроетесь, я, говорит, публично напишу большой пост и извинюсь за то, что об этажах считал плохо. Вот, мы в 20-м году стали явными лидерами рынка, не то, что не обанкротились, да, и думаете, что он сделал? Ничего не написал. Я говорю, так мы же договаривались. Нет, думаете, что он мне сказал? А вы, говорит, нечестно это сделали. Да, вы, говорит, нечестно это сделали. Я к чему? Но он, у него была такая вещь, которая мне навсегда забывала. Он говорит, когда я был на тренинге, это был 2002 год, 2001. Почему еще там, 21 год был. И он говорит, что, ребята, надо всегда объяснять, что если ты будешь работать со многим количеством участников, к тебе начнут приходить каждый. И что предлагать? Снизить цену. И риэлтор, когда обращается к тебе, а ты говоришь, цена 5 миллионов, он потом обратится к другому риэлтору, и у того будет соблазн продать за сколько? 4 800. Все начинают конкурировать ценой, а не качеством обслуживания ради тебя. Довод есть в этом? Есть. Не поспоришь. Это у него правильно было. Что он делал? Какой этап проводил с клиентом? Акклиматизацию. Он рассказывал внутренний процесс, как сейчас все будет происходить. Второе, что он всегда говорил. Он говорил, слушай, говорит, а ведь клиенты всякие бывают. А если это мошенники, тогда это было распространено. Сейчас, кстати, опять тоже началось, если честно. Сейчас опять эта тема актуальна, новый виток. Правильно, все по спирали всегда происходит, правильно говорят. Только на новом витке развития общества. Он говорит, а если это мошенники, то и дело ты меня знаешь. А если 5 человек, ты же потом не разберешься, кто тебя слил. То есть и это порождает такую информацию, понимаете? Резонный аргумент? Нормальный, не поспоришь. Вы думаете, третий, что он как говорил? Как акклиматизировал клиента в своих корыстных интересах? Что неправильно, без за что в итоге он и поплатился. Вот. Значит, третий у него был аргумент, который он говорил, что… Ребята говорит, запомни, мне я буду заинтересован в тебе. А когда у тебя много, почему заинтересован? Потому что я знаю, что я точно получу деньги. А если несколько клиентов, я уже что? Не заинтересован, потому что получу я деньги или нет, черт его знает. И все будут по чуть-чуть работать. Будет, говорит, семь шапок. Шапка, говорит, много, это семь маленьких шапок. Вот. Ну как? Или шубу, шубу, что там, а? Семен-няник, битя, 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 битя. Вот было три его аргумента. Вот на всю жизнь, 22 года прошло, понимаете, на всю жизнь запомнил. То есть три аргумента. Ну, резонные аргументы – это пример акклиматизации. Но это пример корыстной амортизации. В идеале амортизация какой должна быть? Бескорыстной. Вы должны искренне рассказать все, что нужно и необходимо клиенту. Ну, давайте вот такой большой, очень простой пример. Видеозвонки хорошо используете? Вы знаете, это мировой тренд. Все продажники перешли на видеозвонки. Вчера смотрел, изучал статистику, залез, посмотрел. Слушайте, да, это правда, мы отстаем. До нас поздно доходят тренды. Тренды просто доходят. Слушайте, почему видеозвонок более правильный тренд? Потому что возьмет сообщение. Да, сообщение, смотрите, можете всегда показать в моменте. Человек вас видит, оказывается, гораздо лучше, больше вероятности у этого возврата клиента. Не уйдет. Вот, если вышли на видеозвонок, все нормально. Если вышли на видеозвонок в спокойных условиях для клиента, считайте, полдела сделали. Вот, звонок не то, звонок не работает. Это прошлое. Рискнул прогноз, дать лет через пять будет только мессенджер и только видеозвонки. Все. Просто звонка не будет. Будет, особенно, когда вам нужно продать, но личная встреча всегда в приоритете. Все это знают, да. Я искренне коллеге говорю. Давайте начну с того, с чего начал. То есть век высоких технологий, всяких процессов, различных изменений систем. Сегодняшние вот эти тренды, они, как ни странно, играют нам на пользу. Я вам так скажу. Все больше в них сложнее ориентироваться. Все больше роль человека возрастает. Вы не поверите. Банки, сейчас с ними не поговорить. Согласитесь? Просто там без роботы просто. Роботы, в смысле, не люди роботы, а отвечают роботы на любой процесс. Вот. Заказ уже тоже весь происходит онлайн просто. Уже ни с кем не пообщаться. Вы знаете, я рискну дать прогноз, что наоборот, ближайшие лет пять станет рассвет тех специальностей, которые все-таки вот эту человечность дают и отношения с клиентом, да. И согласитесь, рост среднего дохода у нас растет. Мне приятно там. Это прям хорошо растет, да, по всей сети. Значит, это говорит о том, что мы идем в правильном направлении. А касаемо клиента, давайте вместе менять вот это направление наших инвестиционных бюджетов. Да, то есть уходить от вот этого нашего любви здесь и сейчас. Здесь и сейчас это всегда неправильно. Правильно потом и всегда. Вот. Потом и всегда. Не просто, а сложно. Сложно и потом. Надо себя делать. Как я уже говорил, там, бой, бейтесь за каждый процент вероятности с клиентами и уделяйте больше времени анализу и планированию, исследованию, пониманию, да, процессов, пониманию, как вы клиенты, как работаете. Развитие — это и есть постепенный взгляд другими глазами на то, что ты делаешь. Поверьте, вот попробуйте, вам понравится. Точно говорю. Так, ну я и так что-то больше нормы задержался. Ваше время занял, поэтому рад был всех видеть. Небольшое спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ